МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продукты и вещи, затопленные Дальнему Востоку. В Хакасии открылись пункты по сбору от населения гуманитарной помощи. Неопровержимая улика камеры видеонаблюдения зафиксировали виновника темного ДТП. Главная политическая новость сегодняшнего дня первая после выборов заседания Кабинета министров. Провел его избранный глава Виктор Зимин. Вводное совещание перед началом большой работы получилось обширным по числу тем, однако на некоторых вопросах республиканские политики остановились отдельно. Издания правительства Елена Крылова и Антон Новожилов. Главная политическая новость сегодняшнего дня. Виктор Зимин не будет менять состав Кабинета министров. Возможно, кадровые перестановки в правительстве после выборов ожидались, однако сегодня глава региона не стал держать интригу. С этого заявления заседание и началось. Времени на раскачку просто нет, но мы все прекрасно понимаем, сколько работы впереди. Коллеги, если кто-то и будет брать небольшие отпуска, это не должно отразиться на выполнении приоритетных задач. Они у нас практически не изменились. Мы целенаправленно с ними работали полтора месяца. И гражданам, и себе доказывали, что у нас остается прежний курс с корректировкой только на что-то новое и хорошее. Встреча в правительстве продлилась около полутора часов. На ней были руководители всех министерств и комитетов. Совещение коснулось практически всех сфер жизни республики, но больше всего обсуждений вызвала ситуация в вершине Тёи. Я даю персональное поручение каждому министру уделить поселку вершиной Тёи отдельное внимание по своему направлению. Работу координирует у нас Юрий Анатольевич. Я прошу коллеги, с чем это связано, не хочу скрывать. Все знают, что есть сложности в вершине Тёи. Этот поселок даже не должен не заметить любого форс-мажора. Виктор Зимин подчеркнул, что о закрытии рудника речи не идет. Сегодняшние меры позволят поселку принять более устойчивое положение. Помимо металлургии, второй опорой для вершины Тёи станет Центр спортивной подготовки. Спецзадание получил министр спорта. Валерий Васильевич, у вас там одно из главнейших направлений – заниматься лоббированием вопросов в Москве, продолжением строительства нашей базы спортивной. Мы договорились, что там развернем еще и Центр реабилитации спортсменов. Лагерь спортивный, как угодно его можно называть, но вот этот Центр там должен рождаться. Тогда будут понятные наши экономические шаги в эту сторону, в этом поселку. На сегодняшнем совещании был принят ряд конкретных решений. Так, Минрегион обещает до 2015 года ликвидировать в вершине Тёи ветхое жилье. Сейчас там остается 7 бараков, а Минтранс уже весной этого года начнет укладывать асфальт на отрезки дороги от берег Чуля до вершины Тёи. Елена Крылова, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Кстати, церемония инаугурации главы региона пройдет уже завтра. Виктор Зимин вступит в должность и принесет присягу. Трансляция мероприятия будет идти в прямом эфире на нашем канале «Россия-1». Начало в 14 часов 30 минут. Церемонию будет транслироваться и на большие экраны, установленные на Первомайской площади. Здесь же в 4 часа дня начнется концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации. Мероприятие станет первым в реализации соглашения о культурном сотрудничестве между Управлением культуры Минобороны страны и Министерством культуры Хакасии. Сотрудники Республиканской федеральной миграционной службы сегодня стали невольными виновниками прекращения строительства объекта сельхозназначения. Инспекторы пресекли возведение китайских теплиц в Устебаканском районе. Во время рейда им удалось задержать лишь пятерых иностранцев. Куда делись остальные, расскажет Константин Кравцов. Этот сюжет похож на голливудский фильм «Апокалипсис». В миг исчезнувшие люди даже не успели закончить дела. Вот повар только что замешивал тесто, вот кто-то работал бензопилой. Впрочем, на самом деле все не столь лирично. Китайские теплицы под Абаканом. Их обитатели попросту удрали, приметив людей в форме. План отступления у нелегалов четко отработан при виде незнакомца «бросай все и делай ноги». Огромная территория теплиц иногда помогает спрятаться. Например, вот в этом автомобиле в спешке кто-то даже не успел выключить музыку. Вероятно, это какая-то китайская попса. Где мы шли? В лицах. Прятались? В огурцах, да. Очевидно, укромных мест у китайцев много. И они очень любят прятки. Сегодня в Устебаканском районе задержать удалось лишь пятерых нелегалов. Остальные разбежались по кустам. Впрочем, планы у здешнего предпринимателя похожи на полеоновские. Это, судя по всему, новая площадка и стройматериал для расширения предприятия. Хрупкая девушка оказалась главной среди всех. Алина Ли, как и все, так же скромна. Почему ваши работники разбегаются? Я не знаю. У них, наверное, такое... Они такие стеснительные? Наверное. Камеры боятся. И вы тоже боитесь? Да. А почему? Хочу, чтобы меня видят. А чем вообще тут занимаетесь? Вот стройка какая-то еще идет? Какая стройка? Ну, там домик какой-то строят. Или это что? Кухня, наверное, строят. А тут вот площадку расчистили. Где? Ну вот, вот прям. Это дорога. А, это дорога? Ага. Сотрудники ФМС, скорее всего, теперь займутся выдворением задержанных. Нужных документов у граждан КНР нет. Но даже опытных инспекторов удивил факт стройки. Вроде бы борьба с нелегалами в Хакасии идет по всем фронтам. Однако тихая оккупация земель продолжается. Если рассматривать по категориям граждан, допустим, КНР, да, действительно, их достаточно для республики много, ну, порядка, по нашим данным. Но, опять же, они не точные, потому что они не регистрируются здесь, не встают на миграционную учетку. Ну, порядка двух тысяч человек было, но на начало лета. Ну, вот, с принятым мерой, порядка трехсот человек выдворились за пределы России. Теплицами под Абаканом заинтересовалась и трудоинспекция республики. Вероятнее всего, у этой девушки будет аннулирована лицензия на предпринимательство за незаконную организацию труда. Результаты обещают появиться на днях. Константин Кравцов, Владислав Пустовойт, Вести, Хакасия. Сбил пешехода и уехал с места ДТП. Сотрудники Абаканской ГИБДД просят помочь в розыске водителя иномарки, который в субботу вечером сбил женщину. На кадрах с камеры наблюдения видно, что все происходит возле дома номер 112 на улице Чертыгашева. Иномарка «Универсал» белого цвета наезжает на пешехода. Пенсионерка 35-го года рождения переходила проезжую часть в неустановленном месте. Машина останавливается, водители пассажиры авто выходят. Спустя какое-то время пострадавшую садят в автомобиль и оставляют место ДТП. Как выяснилось позже, женщину довезли до дома и уехали. Старушка сама обратилась за помощью медиков. Диагноз – компрессионный перелом седьмого грудного позвонка. Всем свидетелям ДТП просьба сообщить любую информацию по телефону, который сейчас видите на экране. Пункты по сбору от населения гуманитарной помощи открылись в Хакассии. Теперь все, кто решил поддержать пострадавших от наводнения на Дальнем Востоке, могут принести теплые вещи или продукты. В районах в Управление социальной поддержки населения, в Абакане, в помещениях по улицам Вяткиной и Хакасская. Игорь Чебанов – инвалид первой группы. Проблемы с позвоночником. На костылях в коляске почти 30 лет рассказывает. Каждая копейка на счету. Однако ни секунды не сомневался. Помочь людям, попавшим в беду, нужно обязательно. Ведь сам пережил наводнение 69-го. Потому что я маленький был, я помню, как мы сидели на крыше, и мимо все проплывало. Как нам подвозили, все давали. Поэтому собрали. Зимнюю куртку, осенние куртки, халаты женские, детские игрушки. Более-менее такие хорошие. Она, жена, все постирала, сложила. Ну, чистое, чтобы было. Чтобы забрать довольно объемные и тяжелые пакеты с вещами, к Игорю Афанасьевичу приехали работники пункта гуманитарной помощи, который для абаканцев открыт по Вятке на 16. А по Хакаске, 31, в помещении Управления социальной поддержки населения проводится сбор новых вещей. На сегодняшний день частные предприниматели и предприятия передали пострадавшим от наводнения больше 130 наименований детской теплой одежды. Работа эта будет проводиться в течение двух недель. Правительство Хакасии договорилось с железной дорогой о перевозке и предварительном хранении гуманитарной помощи. Сейчас склад пока полупустойный. Но уже в ближайшие часы сюда придут машины с грузом. В основном это питьевая вода и продукты. Вот, к примеру, подсолнечное масло. Дарена. Дарена в прямом и переносном смысле. Такие подарки. Мука, крупы, сахар, мед. Все это сейчас на Дальнем Востоке на вес золота. И, конечно же, картофель, капуста, морковь, свекла. Мы также уже приготовили для отправки пиломатериал. Всего около 400 кубов. Примерно 90 кубов будет отправлено до конца недели в Амурскую область. А вся овощная продукция в Еврейскую автономную область. 550 тысяч рублей в качестве финансовой помощи собрали работники Сайнашушинской ГЭС. Идет сбор денег на Русали, Сайнали, предприятиях и организациях республики. Правительство и муниципалитеты приняли решение о перечислении однодневного заработка. Всего же Хакасия планирует оказать финансовую помощь пострадавшим от наводнения регионам в размере двух десятков миллионов рублей. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, 200 Хакасия. В Хакасии продолжается ремонт многоквартирных домов, которые участвовали в конкурсе на самый страшный подъезд. Напомним, своеобразное соревнование организовала жилищная инспекция республики еще весной этого года. В конкурсе приняли участие 28 подъездов Абакана, Черногорска, Саиногорска и Сорска. По результатам антирейтинга управляющие организации, обслуживающие эти дома, в качестве приза получили предписание. К началу осенне-зимнего периода они должны были привести помещение в надлежащий вид, покрасить стены, отремонтировать двери и окна. Кроме того, во время проверки жилищные инспекторы обращали особое внимание на состояние электропроводки и отопительных приборов. В настоящее время по некоторым адресам города Абакана ремонт уже завершен. Ремонт сделали за два месяца летом. Ну и теперь лучше стало, приятно. Прекрасный ремонт сделали. Даже двери у кого железные покрасили. Мы даже в ЖЭК ходили в благодарность, говорили, что они сделали ремонт. В некоторых подъездах работы еще продолжаются. На то, чтобы их закончить, у коммунальщиков осталось всего четыре дня. Срок предписания от жилинспекции 20 сентября. Добавим, не все управляющие организации отреагировали на проверки. В некоторых домах ремонтные работы до сих пор не проведены, а предписания госжилинспекции Хакасии просто проигнорированы. Южно-Сибирский поисково-спасательный отряд вскоре сменит место дислокации. Подразделение готовится к переезду в новое здание, где найдется место и для целого гаража спецтехники. Финансирование проекта ведется по линии МЧС России. Общая стоимость 80 миллионов рублей. Что удастся сделать на эти деньги, выясняла наша съемочная группа. Новый двухэтажный административный корпус будет достаточно просторным. Площадь 600 квадратных метров. Здание уже полностью достроено, вставлены окна. Осталось провести коммуникации и сделать внутренний косметический ремонт. Там будет и спортивный зал, и столовая полноценная, комната психологической разгрузки, помещение для отдыха спасателей, для их пребывания. То есть оно соответствует всем современным нормам. Спальные комнаты, пищеблок есть, конечно, и функционирующим сегодня. Помещение Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда. Но здесь не развернуться. В таких условиях спасатели работают уже 10 лет. Буквально за стеной рабочих кабинетов гараж. Ретом здесь располагаются только автомобили. Снегоходы и часть лодок вынуждены оставлять на базе в Минусинске. Зимой все меняют местами. Более того, частично спасателям приходится использовать гараж как складское помещение. Все достаточно скучно, все достаточно тесно и, собственно, и не хватает на стеллажах места. То есть имущество, тут одежда, специальное снаряжение. Оно некоторые даже в ящиках, в коробках, так и в проходах стоят, потому что здесь места не хватает. Уже совсем скоро весь этот инвентарь и плюс запасы продуктов, которые выдаются спасателям во время выездов на ЧАЭС, будут упаковывать в ящики и готовить к переезду. Склад уже достраивают. На подходе и третий корпус новой базы – это гараж. Здесь может без труда уместиться вся техника отряда. Это более 30 единиц. И, кроме того, останутся резервные места. Эта масштабная стройка началась в конце весны. По словам специалистов, работы идут не просто по графику, а даже с опережениями. Уже к зиме сотрудники Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда смогут отпраздновать новоселье. Эта база станет своего рода подарком к Новому году. Наталья Громашова, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Прокуратура Черногорска проверила дошкольные учреждения города и выявила многочисленные нарушения требований САНПИНов. В их числе грубые нарушения условий хранения продуктов. Кроме того, далеко не весь персонал имел отметки в медкнижках о своевременном прохождении медосмотра. Только в одном детсаду их не было у 10 человек. В ближайшее время руководство детских дошкольных учреждений понесет наказание. Больше десятка заведующих привлечены к дисциплинарной ответственности. Еще в отношении 13 руководителей возбуждены дела об административном правонарушении. Все факты направлены для рассмотрения в Роспотребнадзор. В детском саду «Семья» сегодня тоже было много гостей. Правда, повод более радостный. Очередное негосударственное образовательное учреждение открыло свои двери воспитанникам. Сделать это удалось благодаря средствам гранта правительства Хакассии, которые учредители получили в рамках долгосрочной республиканской программы. Напомним, действует она уже третий год. В прошлом на поддержку негосударственных детсадов и центров было выделено 3 миллиона рублей. В этом уже 6 миллионов. Более того, внесены изменения в республиканский закон об образовании, о господдержке. Компенсация родительской платы в размере 10% родителям. На 20% снижена аренда для таких учреждений, часть которых освобождены от налогообложения. Все эти меры поддержки по достоинству оценили и учредители нового детсада, и родители маленьких воспитанников, которых в семье будет около 40 человек. Я вышла на работу из декрета, и получилось, что на очередь нас не ставят. Поэтому нам пришлось искать довольно удобный детский сад, который находился бы рядом с домом. И как раз открылся новый садик, поэтому мы пошли сюда. Здесь очень удобно, комфортно, ребенку нравится. А сейчас небольшое объявление. В Хакассию 20 сентября проездом прибывает агитационный поезд. Депутаты Госдумы России от фракции ЛДПР путешествуют по стране и встречаются с избирателями. Первая остановка запланирована на 17 часов в Бискомже, затем в 19.00 в Аскизе. В этих населенных пунктах парламентарии пообщаются с населением по 20 минут. В 21.20 спецпоезд прибудет на станцию Абакан. Здесь делегация пробудет больше часа. К этому часу у меня все. Напомню, смотрите новости и на нашем сайте. Не пропустите главного. Хороших вам вестей. Увидимся.